Всем привет! В этом видео поговорим о том, как из домашнего фона сделать фон студии всего лишь в несколько кликов. Погнали! Итак, первое, что нужно, это подобрать фон. Домашний фон с более-менее нормальным освещением и чтобы цвет вашей одежды отличался от цвета заднего фона. То есть, если у меня серый фон, то нужно избежать серой одежды. После съемки мы пересылаем видео на ПК или на телефон, потому что там нам понадобится программа CapCut. Итак, CapCut можно скачать бесплатно на Windows, Mac или на ваш смартфон. И после этого мы импортируем наш кадр, который мы сняли в CapCut, вот тут у меня, и перетаскиваем на таймлайн. Видим, что здесь я много говорил. Можем обрезать, как нам нужно, подрезать по длине видео. Да, это мы все делаем для примера. И, что нужно сделать сейчас? Все очень просто. Переходим во вкладку видео. И здесь есть вкладка вырезка. Нажимаем сюда. И снизу у нас есть пункт автовырезания. Автовырезание. И этот пункт именно то, что нам нужно. Нажимаем на него. И видим, что у нас выполняется автовырезание. А пока у нас вырезается задний фон, я хотел бы посоветовать один очень хороший сервис для поиска музыки без авторских прав для ваших видео. Это сайт audio.com. И здесь есть тысячи хороших музыкальных треков в разном стиле, в разном темпе, жанре и так далее. Но очень хорошая функция это поиск музыки с искусственным интеллектом. То есть, если вы нашли песню, которая вам понравилась, но у нее есть авторские права, вы можете скопировать на нее ссылку с YouTube и вставить прямо сюда, в audio.com. Сайт подберет ту музыку, которая очень сильно похожа на вашу. И я уже подобрал ссылку. Нажимаем поиск. Смотрим. Подобралось у нас две музыкальные дорожки, которые очень похожи на оригинал. Итак, я включаю оригинал. А сейчас я включаю музыку, которую подобрал audio.com. Очень рекомендую данный сайт и в описании вы найдете ссылку, а также промокод для приобретения подписки с скидкой 70%. Возвращаемся в CapCut и видим, что наше видео уже вырезано и я просто сижу на черном фоне. Что же нужно сделать сейчас? Переходим в Google и ищем подходящий задний фон. Можно разное написать в поиске, но лучше будет просто вставить Background YouTube Studio. Оставлю это в описании. И после этого открываем картинки и видим, что у нас есть разные интересные фоны, которые можно скачать просто бесплатно. Выбираем тот, который нравится нам. Например, нравится мне вот этот. Вот этот хороший. После того, как мы скачали эти задние фоны, нужно импортировать их в CapCut. Давайте сделаем это. Я подобрал три задних фона и сейчас нужно их передвинуть на таймлайн. Давайте это сделаем. Нужно их подставить под наше видео. Итак, смотрим. У нас получается вот такая вот картинка. Видно, что не совсем оно все смотрится красиво. Что нужно сделать? Добавить цветкор на снятое видео. Тут же в CapCut ищем пункт корректировка и в настройках можем изменить некоторые параметры. Например, добавить контраст, поиграться с тенями, также с температурой, яркостью и другими настройками. Это уже зависит от того, какое у вас видео и какой у вас задний фон. После того, как вы сделали цвет, смотрим на таймлайн. Обязательно нужно растянуть задний фон. И последний штрик это сделать хороший размер, чтобы размер видео соответствовал заднему фону. Потому что если у нас будет небольшое видео, а крупный задний фон, это будет смотреться не очень красиво. Поэтому мы немножко подгоняем. Вот как-то так вот все. То есть уже смотрится более-менее нормально. Понятно, нужно поиграться, нужно уделить немного времени. Но в целом, если говорить о бюджетном заднем фоне, то это очень хороший вариант. Поэтому всем советую попробовать. Возможно, вам это подойдет для ваших видео. После того, как вы сделали красивую картинку, можно это видео экспортировать. В правом верхнем углу есть кнопочка экспорт. И можно уже поставить это все на рендер. Очень рекомендую вам попробовать. Возможно, это подойдет для ваших видео. Ну а на этом все. Подписывайтесь на канал и желаю хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok